Более 13 тысяч квартир и домов украинцев на временно оккупированных территориях власти РФ хотят изъять как бесхозное, сообщает издание «Новая газета Европа». Жилье отбирают даже у беженцев и тех, кто уехал на фронт. Если хозяева не могут в течение месяца приехать в прифронтовые регионы, то государство РФ забирает жилье себе. И хотя власти обещают изымать только годами пустующие квартиры, почти 80% бесхоза расположено в недавно оккупированных городах и самых привлекательных районах. Как работает схема, говорим об этом далее. За годы войны только в одной самопровозглашенной ДНР, по словам ее председателя Евгения Сумцева, накопилось порядка 30 тысяч бесхозных объектов. Их хозяева эмигрировали, умерли или ушли на фронт. О том, что с имуществом украинцев не церемонятся, а просто отбирают для тех, кому нужнее, прямо заявил назначенный москвой губернатор Запорожской области Балицкий. То же самое касается и брошенных домов, квартир. Мы с этим вопросом, можно сказать, не церемонимся. История нас рассудит, правы мы были или нет. Но мы забираем эти объекты и передаем им силовикам, передаем работникам суда, передаем учителям, врачам и так далее, которые приезжают к нам в актовый метод. То есть жилье украинцев, которые выехали, передают россиянам, которые въехали. Якобы люди нужных в оккупированных городах профессий, которых крайне не хватает. И тут же Балицкий сам говорит, что в городе тотальная безработица. Трудоустроена лишь четвертая часть населения. Работа у людей есть, где зарплату получать? Как? Люди у нас заняты сегодня на уровне 25%. И, скажем так, это, конечно, показатели не очень высокие, потому что промышленность пока, к сожалению, у нас не работает. Якобы брошенную недвижимость власти, так называемой ДНР, начали национализировать еще в 2021 году. Осенью 23-го соответствующий закон приняли оккупационные власти Запорожской области, а весной 24-го – непризнанной ЛНР. Этот закон предусматривает, что человеку просто по щелчку пальцев, по желанию оккупационных администраций, можно забрать квартиру и жилье. А для чего они это делают? Для того, чтобы в будущем, да, нам уже сообщили, агитировать молодых специалистов, граждан Российской Федерации ехать на временно оккупированные территории. И если молодой специалист соглашается, то ему передают квартиру, которую ранее украли у местного жителя. За три года оккупированные регионы выявили 13 300, как они заявили, ничейных объектов недвижимости, половину из которых за неполный 2024 год. Интересно, что ранее российские власти обещали изымать жилье только у тех, кто уехал с 2014 года и не собирается возвращаться домой. Но почти 80% бесхозной недвижимости находится именно на недавно оккупированных территориях. Мариуполь, Мелитополь, Исватово – города, захваченные весной 2022 года, лидируют по числу как бы брошенного жилья. Их собственники оставили свои квартиры всего два года назад из-за российского вторжения. Вместе с жилой недвижимостью на оккупированных территориях Россия ведет передел и коммерческой собственности. Закрытых магазинов у нас почти нет, потому что если магазин в течение трех месяцев был закрыт, то мы его определяли как бесхоз и передавали тем, кто в состоянии наладить работу. Год назад журналисты издания «Новая Европа» обнаружили в крупных оккупированных городах больше тысячи украинских агрохолдингов, заводов и горнодобывающих предприятий, которые перешли под российский контроль. Особое внимание обращает на себя расположение этих объектов – только центр или основные дорожные магистрали и периферии. То же самое и с квартирами. Как и в главном городе самопровозглашенной ДНР – Донецке, так и в небольших поселках, например, Мангуш или Ялта, администрации национализируют недвижимость только в привлекательных районах. Но больше всего бесхозного жилья выявлено в Мариуполе. Еще в мае 2022 года так называемый глава Квази-республики Денис Пушилин обещал построить из руин город-курорт, только на восстановление порта уже ушел миллиард рублей. Но, несмотря на масштаб строительных работ, обеспечить жильем нуждающихся власти Мариуполя решили за счет украинцев, которые эвакуировались. За два года бесхозными было признано 6,5 тысяч объектов недвижимости. Это почти половина от всего бесхоза оккупированного Луганска и территории Запорожской области. Автоматически и без возможности доказать право на имущество, бесхозным признается жилье врагов. Это по логике глав новых регионов, не только солдаты ВСУ, но и те, кто заявлял что-то против России или просто уехал в Украину. ФСБ сразу дает сообщение оккупационным администрациям, что такой-то человек жил там-там, ему запрещен въезд на 5 лет. Квартиру сразу забирают. То есть этот процесс масштабирован во много раз. И если раньше это было только фактически, то теперь это еще подкрепляют и юридически. Они через решение оккупационного суда полностью изымают эту квартиру и лишают местного жителя каких-либо имущественных прав на свое жилье. Чтобы сохранить право на свой дом в оккупированном регионе, нужно оплачивать коммуналку, зарегистрировать жилье в российском реестре недвижимости и проживать там постоянно. То есть беженцам выполнить все эти три условия просто нереально. Как пишет издание «Новая Европа», основной вопрос жителей оккупированных городов – почему национализацию жилья решили запустить сейчас, когда идет война, а эвакуированное население еще не готово возвращаться домой. Что об этом думаете вы? Пишите в комментариях. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал «Новости Донбасса», чтобы первыми узнавать самые главные события войны. Спасибо за субтитры Алексею Донбасс! Спасибо за субтитры Алексею Донбасс!